Данила Козловский из воспоминаний Беллы Ахмадулиной Наверное, не выговаривала, но все равно сказала «Лития-то вам». Гости ужаснулись, подумали, что это за чудовищный ребенок такой. Говорит, что будет литератором каким-то. Осталась где-то жалкая, убогая фотография. Две унылые женщины. Это мать моя, моя тетка. А вот в руках у них то, что они только что обрели. То, что появилось на свет в апреле 1937 года. Есть ли фотография сейчас, я не знаю, но я ее хорошо помню. И это жалкое существо. И эти две несчастные женщины. А впрочем, тогда добрые, думающие, что они обрели что-то хорошее. Все ошибаются. Все трое. Они не обретут себе то, что умеют обретать счастливые родители. Нет. Это уже видно по-крошечному и какому-то несчастному лицу. Знает ли это мало сформированное несчастное личико? Что же предстоит? Что же дальше будет? Всего лишь апрель 1937 года. Но вот этому крошечному существу. Этому свертку, который они держат, прижимают к себе. Как будто что-то известно, что творится вокруг. И довольно долгое время в раннем, самом раннем начале детства, меня осеняло какое-то чувство, что я знаю. Несмотря на полное отсутствие возраста, что я знаю что-то, что и не надо знать. И невозможно знать. И в общем, что выжить невозможно. Но все-таки как-то этот кулек разворачивается. Смеляков в моей жизни очень примечательная фигура. Когда мы познакомились, я была совсем молодая. Мне было, наверное, 18 лет. Я оказалась в доме литераторов встречать Новый год среди взрослых. Все были хорошо одеты. Я бедна. Мне родители что-то сшили. Какое-то зеленое платье. Китайские туфли на высоком каблуке. Со мной сидел Смеляков. Я уже многое про него знала. И его знала. Но, конечно, очень была молода. Наверное, 18 лет не обязательно все такие молодые. Но я была. Он выпивал. Я тогда, конечно, нет. Я его спросила. Ярослав Васильевич, а вы что же помните всех людей, которые были причастны к вашим злоключениям? Он сидел три раза. И он сказал. Да. Показать тебе здесь? Там было множество писателей в зале этом новогоднем дома литераторов. Он говорит. Вот этот, например. И вот этот, например. И вот. Вот. Так он перечислил почти всех, кто там находился. Я схватила пальтишко какое-то свое серое с песцовым ротником. Мама сшила. И в китайских туфлях пешком по снегу пошла на Старую площадь, где тогда жила. Так была потрясена. А дальше живи и думай. Я же потом захотела вернуться в те места, где мы кошар устроили. Станция Шира. Совхоз имени Ленина. Я поехала одна. И вот стала просить какой-то помощи в райкоме, чтобы доехать до того места. Дали грузовик. Вот мы поехали. А я уже хорошо водил автомобиль, имела права. Тогда полагалось при сдаче уметь и грузовик водить. Со мной занимался великий человек. Пьяница, но великий абсолютно. Иван Иванович. У него был помощник Костя. Надо было грузовиком управлять. Я все это сдала. Я помню, как надо было на газ нажимать ногой. Надо было знать, как грузовик устроен. И они меня возили на солянку. Мы на солянке ездили по каким-то переулкам. Все я знала. И сдала на отлично. И вот со мной поехал секретарь райкома. Как выяснилось, бабник. У него фамилия какая-то партийная была. Я забыл, не буду врать. Посреди степи озеро было соленое. Двойное такое, восьмеркой. Белео называлось, по-моему. Степь огромная. И вот мы поехали. Он за рулем. Подъехали к этому озеру. Он говорит. Давай купаться. Я говорю. Где купаться? Где? В соленом озере? Ну, соленое, не соленое. Скупаться нужно. Давай, раздевайся. Пойдем. Я говорю. Ну, вы едите. Я не пойду. Он злился на меня. Как-то обидно со мной разговаривал. Сам разделся, как идиот. Остался в длинных трусах. И пошел в озеро. А одежду бросил в кабину грузовика. Ключи оставил в зажигании. Но не знал, с кем имеет дело. От этого озера до дороги километров пять. А сама дорога, ну, я не знаю, сколько километров. От станции Ширада до поселка Тергеш. Я остался в кабине. Он бросил одежду и отправился в озеро. И стал что-то делать там в соленой воде. Ну, я подумал, подумал, развернулась и поехал в сторону дороги. Представляю, что он испытал голый посреди степи. Не голый, а в этих черных трусах. Я доехал до дороги, постоял там и вернулась. Какое-то благородство превысило. Он меня проклял. Да ты там, фу, ты думаешь, ты мне нужна вообще? У меня просто жена в Сочи уехала. Я сказал, мне это все безразлично. Мы всю ночь добирались. Он меня ненавидел, проклинал все время. И, тем не менее, добрались до станции. Он меня проклял напоследок, я его. Говорит, наконец-то я от тебя избавился, будь то неладно. Я говорю, вы привет жене своей передайте, когда она из Сочи вернется. Ну, и плюнул в меня. Исключали меня за Пастернака. А делали вид, что за марксизм, ленинизм. Я, естественно, не поспевала по этому предмету. У нас была преподавательница по диамату. А у нее был диабет. И я однажды перепутал диамат и диабет. Это диалектический материализм. Диамат. Ну, мне тогда засчитывалось это как цинизм. Да нет, я не знал, я не хотел никого обидеть. Каким-то диабетом вы называете учение. Мне прислали для последней переэкзаменовки преподавателя из института марксизма-ленинизма. Он был человек армянского происхождения и какой-то профессор. Он пришел для испытания. Целая толпа студентов у двери стояла. Мы три часа беседовали. Первый его вопрос был, конечно, про Пастернака. Почему я не подписала? Я сказала, а я, честно, тогда еще не читала «Доктора Живага». Так вот, я сказала, я же роман «Доктора Живага» не читала, но это мой любимый поэт. Как же я могу такое преступление совершать? Это же против совести моей. И против поэта воздействовать вообще для всякого вредоносно. Он говорит, ну, впрочем, я по своему предмету. Я говорю, ну, попробуйте. Он спрашивает, что Мао Цзэдун сказала про рабочее движение? Такой вопрос. Я так бодро отвечаю, что рабочее движение есть прогрессивное ведущее учение для всех. Он говорит, ну, что-то вы знаете. Я говорю, вы думаете, я это читал? Я сейчас это придумываю. В общем, это все приближалось к окончанию очень быстро. Такие были вопросы в этом же роде. Потом он говорит, я все понял. Никакой удовлетворительной оценки я поставить не могу. Я вижу, вы человек способный. Но если бы вы занимались не день перед экзаменом, а семестр, бы тщательно занимались, то еще можно было бы разговаривать. А вы явно всем пренебрегаете. Я прекрасно знал, что уже исключена, что все это за тем, что исключать надо, а как-то сформулировать сложно. Но меня это почти веселило. А тут висели два положенных портрета – Маркс и Ленин. Я говорю, если бы я занималась хотя бы неделю вашей наукой, мой портрет бы висел между этими двумя. Он сказал, я вижу, вы неисправимы. Но это довольно опасные шутки. И на этом закончилось. Этот ответ был довольно знаменит в ту пору. И меня привели к директору Серегину Борису Николаевичу, который уже объявил мне об исключении. Я смотрела, он неграмотный, темнолицый какой-то, однорукий. Если речь заходила о Достоевском, он неточку Незваного называл наточкой Незвановой. Чудовище такое. Он сказал, мы тебя, конечно, исключим. Но если ты два года поработаешь на производстве, как советские люди, то мы через два года посмотрим. Я говорю, насколько я знаю, у нас промышленностью и так не очень хорошо. И уж мое участие ничего там не может исправить. Я лучше чем-нибудь другим буду заниматься. Я что-то делаю, пишу, перевожу. Он говорит, ну вот-вот, вот оно. Ну и подписал, значит, исключение. Какие два года, чего тянуть? Но я на него смотрела, и мне лицо его казалось каким-то... Какая-то желтизна в нем. Какая-то болезнь. И какая-то слабость вообще. Я думала, а жалко его. Это правда. Вот когда я вспоминаю, я думаю, по-моему, жалко. А, наверное, так вот поживешь, как они, действительно пожелтеешь. А после этого я вышел на Тверской бульвар. Я и до сих пор с нежностью бульвар-то вижу. И зла у меня никогда против них не было. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok